Здравствуйте! Мы продолжаем наши трансляции о лыжных гонках о турдески, многодневном, лыжебежном кубковом этапе. Сегодня шестая гонка из восьми. После этого небольшой суточный перерыв, отдых, а затем решающие две гонки. Ну а лидер соревнований с самого начала, не уступающая красную майку никому, Юстина Ковальчик. Ее главная соперница Шарлотта Кала занимает пока третье место и будет сегодня стартовать в соответствии с генералом, с общим засчетом турдески, третий по порядку спустя определенный интервал времени. Ну, собственно говоря, разница Ганди Кап стартовой и определяется суммой места, заработанной и полученной на предыдущих пяти этапах. Сборная команда России женская продолжает гонку пятью участницами. Второй раз турдески своим маршрутом заходит в Добьяко, в северную Италию, где сейчас в Южном Тироле минус 10 примерно градусов, температура снега немножко повыше. Ну, в общем, настоящая морозная, зимняя, если хотите, лыжная погода. Дистанция 15 километров у женщин будет составлена из трех кругов по пять километров. И сегодняшняя гонка носит регламент гонки со стартовым гандикапом. Гонки-преследование по Гундерсону, если пользоваться старой терминологией. Не знаю, повезло или не повезло девушкам, не знаю, повезло или не повезло нам, зрителям. Вам, уважаемые телевизионные болельщики, решать. Но если мужчины бежали сегодня из одной точки, точки А в точку Б, стартовав в столице Олимпийских игр 56-го года картина Дампетса, через 35 километров финишировали здесь, на стадионе в Добьяко или Тоблак, что одно и то же. Ну, а стартовый протокол сейчас перед вами. И стартовые гандикапы. Ближайшая из российских спортсменок уйдет через 3 минуты 43 секунды с 16-м номером Юлия Иванова. Валентина Шевченко пока 21-я, украинский лидер, с оставанием в 4 минуты 2 секунды. 26-я Ольга Михайлова, россиянка, 4-40. Наталья Ильина, ее соотечественница, 33-я, 34-я за ней Светлана Бочкарева. Разница почти с лидером 6 минут. И Лариса Шайдорова, 40-я. В украинской команде еще две участницы. Катерина Григоренко и Лада Нестеренко. Соответственно, 39-я и 44-я. Всего 44 участницы выйдут на старт 6-го этапа многодневки. И называя главной соперницей Юстиной Ковальчик Шарлотту Каллу из Швеции, я, конечно же, был не совсем корректен. Потому что еще одна лауреатская майка черного цвета у Петры Майдич. И она хоть и занимает сейчас второе место как раз в зачете черной майки лучшего спринтера, но проигрывает Юстини Ковальчик в этом зачете всего-навсего 5 секунд. И эти 5 секунд попробует сегодня отыграть. Правда, такая возможность будет лишь на финише. Потому что бонусные секунды предусмотрены, хоть и длинная сегодня дистанция, только на последнем финише. 15 за первое место, 10 за второе, 5 за третье. И эта бонификация пойдет в зачет и спринта, и генерала общего зачета. Ну, а проигрывает Петра Майдич 39 секунд. И именно с этим интервалом вслед за Юстиной Ковальчик, которая уже пустилась на 5-километровую трассу. Ее нужно будет преодолеть трижды. Будет стартовать ее основная все-таки соперница. Но все-таки, предвкушая основную борьбу не только сегодня, но и в оставшиеся два дня, в субботу и воскресенье, когда будут очень трудные гонки, гонка критериум, гонка промежуточных финишей в субботу классическим стилем. И гонка в гору, в крутую гору. Многие наблюдатели отдают предпочтение Шарлотте Калла в борьбе за первое место. Но, не будем забывать, и Петра Майдич была призером тур ДСКИ и выигрывала спринтерский зачет. И пока хоть у нее черная майка, скажем так, неофициально на ее плечах, но, разумеется, она хочет ее получить законно, но не только ее. 1 минуту 8 секунд разделяют Шарлотту Каллу, олимпийскую чемпионку из Швеции, от другой олимпийской победительницы Юстины Ковальчик. И вот этот момент наступил. Ну а дальше. Две итальянки. Ариана Фолис, чемпионка мира, призер олимпийских игр, и Мариана Лонга. Соответственно, четвертый и пятый номера. Ну, а интервал 1.9 соответственно и 1.13. Затем открытие нынешней многодневки. Молодая, 20-летняя, под шестым номером из Финляндии, лыжница Криста Лахтенмяке. Под номером седьмым должна стартовать Анна Хоук из Швеции. Должна, потому что проверим, ушла ли она на старт. Итак, Лахтенмяке отправилась на дистанцию. Через 1 минуту 38 секунд. И вот за ней как раз Анна Ахак. 1.44. Трасса, на первый взгляд, весьма значительный. Но трасса не из легких. Хотя и простой ее тоже не зовут. Восьмой номер. Это Астрид Якобсен, норвежка. Лучшая в норвежской команде. Но не будем забывать, что лидер Кубка мира пока до сих пор еще ею остающийся лидером. Марит Бьоргин пропускает тур-дески в пользу чемпионата мира домашнего. Кстати, говорят, Алена Прохаскова на дистанции. Словацкая спортсменка. У нее девятый стартовый номер. И замыкает топ-десятку Тереза Йохаук из Норвегии. Так вот, говорят, что уже все билеты на чемпионат мира, на эстафетную мужскую гонку проданы. Но на другие соревнования билеты есть. Ну, нам, телезрителям, наверное, беспокоиться на этот счет не стоит. Все в подробностях репортажи с чемпионата, который начнется 23 февраля. Мы, разумеется, на канале Евроспорт увидим и узнаем. Ну, а дальше. Дальше одиннадцатый номер. Мартина Кристоферсон. Еще одна норвежка. Двенадцатый. Рита Лиза Роупанин из Финляндии. Отличная конькистка. Сегодня ее гонка. Анна Кайсасарин из Финляндии. Ну, она универсал. Хоть и с таким уклоном в классику. Тринадцатый номер. Еще одна норвежка. Остберг. Номер четырнадцатый. Три минуты двадцать секунд. Кстати, у судей есть право использовать так называемые стартовые правила волны. Стартовых волн. То есть для тех спортсменов-аутсайдеров, которые проигрывают очень много, их частенько формируют в одну группу, маленькую мини-группу. И запускают в одно время. Ну, не знаю, воспользуются этим правилом или нет, увидим. Под номером пятнадцать стартовала чешская лыжница Ева Ниволтова. Ну, и вот сейчас Юлия Иванова под номером шестнадцать. Лучшая из россиянок. Юлия Щекалева сошла с тура. Как и сделала это вынужденно по болезни Юлия Тихонова. Это две потери в российской женской команде. Еще больше потерь в команде Германии. Лучшая из немецких спортсменок Катрин Целлер только что по двадцатым номерам миновала стартовый створ. А вслед за ней как раз побежала Валентина Шевченко. Думаю, что и ей сегодняшняя гонка тоже должна предоставить шанс отличиться. Ну, и сократить, конечно, те четыре минуты гандикапа стартового, что она сейчас уступает Юстине Ковальчик. Юлия Иванова. Двадцатипятилетняя спортсменка из Ярославской области. Ну, она, правда, как у нас это принято очень часто в стране, несет двойной зачет. Говорят, он скоро закончится, но пока он есть. Ярославская область Коми. Коми, призер чемпионата мира среди юниорок в свое время, чемпионка страны и действующая на 10-километровой, простите, на спринтерской дистанции. Ну, и неплохо она совсем перед туром выступила в Красногорске на всероссийских соревнованиях. Наверное, это был решающий фактор в составлении команды женской на тур-дески. Да, мы были правы с вами, уважаемые болельщики. Последняя группа, не меньше десяти человек. Спустя пять минут в этой группе я заметил и Ольгу Михайлову, и Наталью Ильину, и Светлану Бочкареву, если я не ошибаюсь. Ну, чуть-чуть попозже в этом убедимся. И Ларису Шайдорову, всех оставшихся россиянок. И двух украинских лыжниц Катерину Григоренко и Ладу Нестеренко. 44 участницы заявлены в сегодняшней гонке из 67 предстартовых, стартовавших несколько дней назад. Ну, а теперь о стадионе, о дистанции. Три круга по пять километров. Каждый круг имеет свое название. Несколько петель, как и на любом лыжегоночном стадионе. Кстати, этот стадиончик в Добьяко, итальянское название данного местечка, деревушки, которое на германском диалекте местного немецкого языка носит название Тоблак. Поэтому, когда говорят так или иначе, вы должны знать Тоблак и Добьяко. Это одна и та же деревня в Южном Тироле на севере Италии. Совсем недалеко от австрийской границы. Да, в общем-то, здесь рукой подать и до Словении. Так что, я думаю, у Петра Майдич тоже свои болельщики здесь должны быть. Так вот, как у каждого стадиончика, он реконструирован основательно к прошлогоднему тур-дески. Второй раз Добьяко на маршруте этих соревнований. Но вот если в прошлом году женщины в этой гонке свободным стилем с гандикапом стартовали точно так же, как и мужчины, из точки А в точку Б, стартовали на половине примерно мужского маршрута, то на этот раз организаторы изменили его. И, наверное, сделали правильно, потому что половина маршрута мужского, по сути дела, это гонка под гору. Но такие гонки будут очень скоро, скорее всего, в программе кубковых мировых этапов. И, между прочим, такая гонка, гонка со слаломными, горнолыжными спусками, готовится в Польше. В этом году на одном из континентальных этапов такая гонка включена в программу континентального кубка в Польше. Ну, а если проверка пойдет удачно, то на следующий год и в Большом мировом кубке, неподалеку от родных мест Юстины Ковальчик, подобный рельеф, не только с большими, длинными, затяжными подъемами, но и со сложными спусками, настоящими слаломными, будет включен. Итак, Петро Майдич на первой промежуточной отметке сохраняет, естественно, свою вторую позицию, а вот группа преследования уже сбилась в небольшое трио, шведско-итальянское. Фолис и Лонго догнали Кало, но, правда, разница была 5 секунд, и сейчас втроем будут пытаться подойти к лидерам. Первая промежуточная отметка на вершине первого серьезного подъема, примерно на отметке 1 километр 800 метров. Ну, и одна из признанных горовосходителей Тереза Йохаук. 2.37, ее отставание промежуточное, а было... Было 2.29, значит, Ковальчик идет лучше. Ну, а что касается основных ближайших преследовательниц Ковальчик, то Майдич уже заметно проигрывает на старте, и, скорее всего, троица Фолис, Лонго, Италия и Кало, Швеция очень скоро подберутся к Петре Майдич, потому что их разделяют всего-навсего 12-14 секунд. Ну, а вот сейчас с помощью GPS-навигации у нас есть возможность посмотреть даже, сколько осталось до финиша лидерам и с какой скоростью они преодолевают первые километры дистанции. Ну, может быть, да, действительно, наши предварительные прогнозы, предсказания, кажется, сбываются. Все ближе и ближе с каждым километром, не только на подъеме, но и на спусках подбираются. Кстати, меняясь на первой позиции, что совершенно в интересах каждой из трех в группе преследования. Так что пока и групповая тактика, в общем, весьма эффективна. Я имею в виду, конечно же, Фолис, четвертый номер, Лонго, пятый номер у двух итальянок и Кало номер три. Ну, вот они практически уже и догнали Петру Майдич. Еще один подъемщик. Сразу же Петра Майдич что-то слабовато. 145 явно прогуливается в подъем с таким пульсом. Ну, можно сослаться на какие-нибудь помехи в измерении частоты сердечных сокращений, но не верится, чтобы такой низкий пульс и в процентном отношении, в относительном, и абсолютный был у Петры Майдич. Ну, может быть, если это так, частично объясняет, почему так быстро славянскую спортсменку догнали ее преследовательница. Она просто начала очень и очень тихо. Еще одна маленькая группка, точнее, дуэт образовался. Седьмой номер, это Анна Хоук, догнала Кристину Лахтенмяки. Ну, правда, на старте между ними всего-то было там 6-7 секунд. А вот теперь уже видно, что Хоук работает, и работает почти на пределе. Нет 90% от максимума, а уже 93%. Ну, лишь подтверждают мое утверждение. Ну, у нас сегодня появятся интересные возможности еще следить, ну, что называется, за внутренним напряжением гонки. Ну, правда, далеко не все, конечно же, с собой имеют согласились. Это исключительно добровольное дело. Согласились надеть передатчики и приемники сигнала. Ну, это дополнительные 150, может быть, 100 грамм нужно на себя повесить. Ну, а чем удивить Тереза Хоук? Ну, только тем, что она чуть-чуть приблизилась к Алене Прохасковой. Но если последняя спринтер, то Хоук как раз исключительно дистанционная гонщица. И чем больше подъемов, чем круче, чем сложнее дистанция, тем она чаще себя позитивно проявляла. Ну, а тем временем, кажется, приближается к стадиону. То есть, отмеряя первую треть дистанции, лидер, обладатель красного номера Ковальчик. Ну, может быть, она немножко раздосадована своей относительной неудачей накануне в спринте. Юстина Ковальчик действительно не ожидала, что не сможет попасть даже в полуфинал. И удовлетворившаяся, а скорее не удовлетворившаяся участием в четвертьфинале потеряла на несколько бонусных секунд. Ну, наверное, сегодня постарается свое преимущество увеличить. Во всяком случае, до этого на всех других четырех ранних первых этапах она была в числе призеров постоянно. Ну, а теперь уже большая группа преследования. И первую скрипку здесь все-таки играет Шарлотта Кала. Коньковый стиль передвижения ее любимый. И несмотря на то, что, по утверждению ее тренеров, ее самой специалистов, последние пару лет она довольно много и даже больше, наверное, времени в межсезонье уделяла именно классическому стилю передвижения. И, по ее собственным словам, преуспела в этом. Все равно ее крен в коньковом стиле, ее лучшие результаты, в общем, гораздо более очевидны в коньке. Первая пробежуточная отметка, на которую накатывают, ну, не буду утверждать, что лучше намного едут лыжи у итальянок. Нет, просто они сзади начинали спуск и, естественно, по всем аэродинамическим заклонам должны накатывать. Так и получалось. Сегодняшняя погода не должна вызвать проблем с подготовкой лыж у сервисгрупп. И не думаю, что серьезная разница, большая разница будет в качестве скольжения у фаворитов. Все-таки минус 5, минус 10 градусов. Снежок свежий, но плотно укатанный. В общем, несложная, на первый взгляд, погода для подготовки скользящей поверхности. Итак, Калл отыгрывает, отыгрывает. Секундочки у Ковальчик. И отыграла на первом круге примерно 14 секунд. Еще больше, разумеется, Фолис и Лонга. И таким образом промежуточный результат лучший у как раз Марианы Лонги. Она у Ковальчик выиграла на первой 5-километровой петле 18 секунд. Я думаю, что и Анна Хок вместе с Лахтен Мяки, с Кристой, с 7-й и 6-й номера, идут не хуже Ковальчик. Я уже говорил о том, что Лахтен Мяки действительно удивляет. Ну, во-первых, довольно высоким рейтингом к концу гонки. И об этой девушке знали только специалисты еще в прошлом году, поскольку она хоть и выступала на больших этапах Кубка Мира, но все-таки еще была в юниорском возрасте, а потому и свои основные результаты лучшие показывала среди ровесников. Итак, Лахтен Мяки, Хок, 1-51, сравниваем со стартовой позицией и убеждаемся, что все-таки чуть-чуть проигрывают. Проигрывают, как и Астрид Якобсен, но лишь чуть-чуть проигрывают Юстини Ковальчик и, соответственно, уступают, естественно, группе преследования. Ну, а Тереза Йохаук, задачу минимум, ну, стартовую, наверное, задачу она выполнила, догнала Прохазкову. Ну, это должна норвежская лыжница делать спокойно, что называется, с закрытыми глазами. Однако, Юстини Ковальчик, она уступает, пока порядка пяти секунд идет тише после первых пяти километров. Сразу же должен приносить извинения за то, что невольно взял заблуждение. С самого начала, не заметив, что Юлия Иванова не приняла старт. Ну, Анна Хок действительно идет на пределе с пульсом фактически максимальным. Ну, и это первый подъем. Первый подъем на пятикилометровом круге. Ну, Астрид Якобсен под номером восемь идет не хуже вот этого дуэта шведско-финского и постепенно приближается к ним, образуя таким образом еще одну маленькую группу преследования. Да, Юлия Иванова не стартовала, и таким образом четыре российские лыжницы остаются в пелотоне. Ну, просто какой-то вирус поразил сборную российскую команду и полегли на последние два-три дня. Ну, добрая половина команды. Как мужской, так и женской. Вновь у нас есть возможность посмотреть на небольшую цифиль, которая поможет нам разобраться в текущей ситуации, независимо от того, есть ли промежуточный финиш или нет. Итак, три основные группы выделяет нам режиссер, ну, точнее, лидер и две группы. Группа Шарлотты Каллы, которая становится сейчас на отметке 1,8 со старта, точнее, с учетом первого круга, 6,8 километра со старта группой Арианы Фолис под четвертым номером. Ну, и вторая группа Анны Хок, которая, мне кажется, скоро станет группой Астрид Якобсен. Норвежка догоняет своих ближайших соперниц впереди. Заметно, что не без труда держится в этом маленьком лыжном пелотоне. Словенская лыжница Петра Майдич, ну, она хоть и универсальная спортсменка, но все-таки и ее специализации, прежде всего, спринтерской, коротким дистанциям и предпочтение к классике, к традиционному стилю передвижения тоже, конечно же, скрыть очень трудно. И завтра, точнее, послезавтра, предпоследнюю гонку к классическим стилям, гонку критериум, гонку промежуточных финишей, может быть, как раз Петра Майдичи сможет еще отличиться. Кажется, рановато я стал выдавать авансы. Астрид Якобсен совсем близко. Восьмой номер подошла сейчас к седьмому и шестому, но Анна Хок так ускорилась, чему свидетелями были, глядя за ее пульсацией, за ее частотой сердечных сокращений, что эта скорость оказывается не под силу и Кристи Лахтенмяке. Ну что ж, эта девушка действительно на этом туре удивила. Удивила, став призером одного из первых этапов. В свои 19 лет в прошлом году она успела поучаствовать в составе национальной команде на Олимпийских играх. Но, конечно же, главное ее достижение на юниорских чемпионатах. Она была неоднократным призером и в прошлом, и в позапрошлом году, и даже чемпионкой мира. В общем, очень талантливая девчонка, и сейчас на этом туре она очень ярко себя проявляет. Причем сама Лахтенмяке отмечала, что своей прытью явно удивлена. Но в какой-то степени она объяснима, поскольку в прошлом году, если она довольно длительный период проболев, она сама утверждает, что проболела порядка трех месяцев в течение года, и тем не менее выступила в целом успешно, я упоминал ее юниорские достижения, то в этом году болезни вроде бы ее миновали, так что ее неплохое выступление для нее, ну, в общем-то, не совсем откровение, а некая закономерность. Анна Хокк, вот видите, все-таки ее максимальная интенсивность сказывается, и вот, мне кажется, уже усталость, такие едва заметные признаки сказываются, в чем именно Лахтенмяке подбирается, подбирается к шведской лыжнице. Самая трудная часть трассы – это первая половина, ну, по сути дела, после равнинных стадионных километров, потом первый подъем весьма ощутимый, ну, а сейчас мы уже следим за группой преследования на втором подъеме, и вот как раз отметка 2,2 километра со старта, в данном случае это уже отметка, соответственно, 7 и километров 200 метров, самая высшая точка трассы, и отмечу, что это тысяча почти 300 метров над уровнем моря, так что сегодняшняя гонка еще и дополнительный такой эффект, аспект трудностей имеет, по сути дела, в таком, в настоящем Среднегорье. Ну, а если учитывать, что это уже шестой этап на протяжении последних семи дней, то, я думаю, о сложностях, о трудностях лишний раз говорить, наверное, не приходится. Они предельны. И кроме, кроме сошедшей Юлии Чапал, простите, Юлии Ивановой, сегодня не вышли на старт еще несколько спортсменок, в частности, Магда Дженуин из Италии, не вышла на старт Денис Херман из Германии, и, вы знаете, по-моему, в команде Германии вообще осталась лишь одна Катрин Целлер, потому что до этого практически весь немецкий коллектив женский, да и мужской, по сути дела, тоже сошел с гонки, с турдески. Вообще что-то у немцев просто какой-то провальный сезон у команды Германии, и как они себя подведут к чемпионату мира, до которого остается полтора месяца, большой-большой вопрос. Много очень зачетов всевозможных на турдески, и один из них командный зачет, командные трофи. Очень интересно, кстати, протекает, мы за ним не так внимательно следим, но ведь это не только символические первые, вторые, третьи и другие места, но это еще небольшие призовые. И все-таки турдески, как этап Кубка мира, это коммерческий турнир прежде всего, и более того, это самый коммерческий турнир. Вот почему некоторые спортсмены, такие как, например, Лукаш Бауэр из Чехии, эту гонку рассматривают как одну из основных. Ну, не только из-за денег, разумеется, не столько из-за этого. Конечно же, турдески и фактически обеспечат львиную долю очков в общей сумме кубковых баллов, поинтов, и те, кто отличаться здесь, будут претендовать и на общую победу в кубковом сезоне. Ну, а тем временем Юстина Ховальчик уверенно уже заканчивает вторую пятерку, и осталось нам уточнить, с каким преимуществом уйдет на последнюю треть дистанции. Но я все-таки с вашего разрешения тему командного соперничества завершу. Сейчас в командном итоге лидер шведский, шведская сборная. На втором месте команды Италии, правда, разы уже стали большими. Почти две минуты итальянцы проигрывают. На третьем Норвегия, четвертая Финляндия, пятая Россия. А вначале, если я не ошибаюсь, наша команда, по-моему, даже была лидером. Бывали лидером в командном зачете на первой половине тура и норвежцы, и финны. Как он складывается, для тех, кто не знает. По два лучших женских и два лучших мужских результата на каждом этапе и дают суммарный командный этапный зачет. Ну, а всего в этом рейтинге принимает участие девять команд. Если бы у Канады была хорошая женская команда, я думаю, что и канадцы были бы в числе призеров. Ну, прежде всего, за счет отличного выступления мужчин. Но мы все-таки следим за женскими гонками. И очередная промежуточная отметка. Команда, группа все той же Шарлотты Калла. Она большую часть провозит впереди. Проигрывает перед пятью километрами. Меньше минуты. Ну, по сути дела, в одно время. В одно время с небольшим все-таки преимуществом в пользу преследовательницы. Буквально двух-трех секунд нам прошли вторую пятикилометровую петлю основные соперницы. Ну, вот теперь, наверное, можно сказать, что Истина Ковальчик аккуратно свой тактический план выстроила. И если в начале дистанции немножко уступала, то скорость на второй пятерке практически одинаковая с преследовательницами. И те самые 50 секунд, хоть и чуть-чуть изменились, но будем примерно так считать, 50 секунд остались. А вот дуэт шведско-финский, Хоук и Лактенмяки, по-моему, все-таки немножко тише проходят вторую пятерку. Да, если и тише, то ненамного. Но на те же 2-3 секунды в данном случае они не принципиальны, поскольку разрывы большие. И можно считать даже по минутам. И вновь убеждаюсь я в том, что мои дифирамбы, мои авансы в адрес Астрид Якобсен были преждевременны, потому что усилиями прежде всего Анны Хоук разрыв между шестым и седьмым номерами и восьмым все-таки увеличивается. И кто знает, может быть, вот эта группа, группа, в которой лучший результат показывает Рита Лиса Ропанен, 12 номер, да? Ну вот свой класс в коньке Рита Лиса проявляет очевидно. Но, кстати, хорошим она ориентиром стала и для Марты Кристоферсона. Она уцепилась за финскую спортсменку под 12 номером. И вы видите, догнали и Терезу Йохаук, и молодец, молодец. И Алена Прохазкова, словацкая спортсменка, держится, держится. Привык я вместе с вами, уважаемые телезрители, видеть и пульсовые показатели у Риты Лисы Ропанен. Она практически на всех гонках с пульсомером выступает. Выступает, ну, как не ей, демонстрирует все возможности нынешней техники. Поскольку ее супруг возглавляет известную фирму, ну, фирму Polar, что тут, наверное, лукавить и скрывать. Тем более эти названия мы постоянно видим и на рекламных баннерах, да, и на титрах, когда смотрим пульсацию на спортсменах. И еще одна группа, большая группа, в которой отмечаем 22 номер, 21 номер Валентины Шевченко. И, судя по всему, она вот в этой группе кажется, ну, если не лидер, то один из лидеров. Четыре минуты была разница у Валентины Шевченко с Ковальчик на старте, и эта разница чуть-чуть увеличилась. Да, в этой группе лидер Валентины Шевченко, потому что у нее самый дальний номер, но здесь мы видим без малого 10 спортсменов. Как-то там Ольга Михайлова могут спросить меня российские зрители. Попробую ответить, если мы не увидим на этом промежуточном финише. Скорее всего, нет. Ольга Михайлова занимала примерно 25-ю позицию с отставанием в 5 минут. Еще дальше была Светлана Бочкарева, 6,5 минут отставания, и Наталья Ильина рядом с Светланой Бочкаревой. Ну, кстати, Катерина Григоренко, Украина с отечественницей Ладой Нестеренко проигрывали больше 7 минут. Ну, Лада вообще идет в отвале, в одиночестве, и если ее могут догнать 9 минут, ну, нет, вряд ли, едва ли догонят, по правилам, круговые должны покинуть тур. Лариса Шайдорова тоже больше 7 минут отставания после 10 километров, и, наверное, мы их уже в кадре названных мной спортсменок не увидим. И, посмотрите, кризис у Петры Майдич, да, не держит, конечно, на подъеме скорость Шарлотты Каллы Петра Майдич, но, быть может, вторая спусковая часть поможет ей сократить вот это едва появившееся отставание. Все-таки сегодня отличные условия скольжения, ну, а Петра Майдич со своими более мощными габаритами, антропометрическими данными на спуске все-таки небольшое преимущество будет иметь. Ну, разумеется, если будет соблюдать должную аэродинамику, если будет невысоко стоять, если будет стараться сократить сопротивление воздуха. Вторая половина дистанции, еще раз поговорю, в основном, повторю, равнинная, спусковая, но все-таки подъемчики вот такие, как сейчас преодолевает небольшие пупыри, ковальчик, они присутствуют. Ну, таким рваным темпом, но в основном вниз и вниз. Разница высот, кстати, на круге весьма ощутима. 60 метров разница между самой высокой и низкой точками трассы. Ну, а это одна из характеристик сложности дистанции, и вас уверяю, что это действительно трасса довольно непростая. Убегает, убегает, и Шарлотта Калла здесь уже мучает двух итальянок, но те, выступая дома, разумеется, имеют дополнительную мотивацию. И об этом тоже итальянки говорили на пресс-конференции вчера. Им помогают, очень помогают болельщики, как было и на прошлогоднем туре, и на предыдущих. Италия все-таки один из основных регионов стран, которая согласилась на проведение вот этого нового формата. Ну, о том, что формат перспективный, о том, что формат все более-более интересен и популярен среди телевизионных зрителей, телевизионной аудитории, наверное, стоит сказать дополнительно, несмотря на то, что сошедших очень много. Наверное, не все в регламенте отработано, отлакировано этой многодневки, но уже рассматривается возможность проведения чемпионата мира, по примеру, тур Дески. И такой чемпионат мира мог бы состояться даже в 2012 году. Кстати, первым заявочным комитетом на этот чемпионат стала Ярославская область. Ну, и в первую очередь, конечно же, Рыбинск, в котором совсем скоро, в начале февраля, состоится очередной этап Кубка мира. Кстати, в отличие от многих других точек Кубкового маршрута, в Рыбинске состоится сразу три гонки, а не две, как это чаще всего встречается, бывает. Так вот, все-таки 2012 год едва ли станет новым чемпионатом по многодневной гонке. Ну, а формат будет очень похож на тур Дески. По сути дела, это прообраз нового чемпионата. Он будет проводиться, планируется проводиться раз в четыре года, в отсутствии так называемых титульных соревнований, коими являются, конечно же, чемпионаты мира и Олимпийские игры. Так что, скорее всего, в 2016 году мы будем смотреть за новой разновидностью лыжегоночного чемпионата, за многодневкой. Это уже будет чемпионат мира не по северным лыжным дисциплинам, как сейчас, в которых входит и прыжковая программа, а только лыжные гонки. Но, посмотрите, Тереза Юхау, кажется, хочет покинуть своих коллег по небольшой группе и предпринимает атаку. Ну, и завершая тему будущих многодневных чемпионатов, скажу, что вполне возможно... Вполне возможно, что на проведении чемпионата мира многодневного по лыжным гонкам в 2016 году, кроме Рыбинска, Ярославской области, будет претендовать и Свердловская область. Ну, кому как не ей, которая вместе с Югрой, с Кантемансийским автономным округом, несколько лет подряд проводит очень интересные многодневные соревнования спринт-тур, тоже попробовать провести интересное состязание. Ну, а я уверенно так говорю о будущем многодневок, потому что главный показатель популярности – телевизионные рейтинги – растут из года в год. Наверное, нужно следить более обстоятельно за оставшейся частью гонки, хотя все ясно уже с победителем, с победительницей, но позволю отвлечься еще буквально на несколько секунд для того, чтобы поздравить с 80-летием, отметившего накануне эту круглую дату метро отечественных лыжных гонок, заслуженного тренера еще Советского Союза, заслуженного тренера России Виктора Александровича Иванова. Это при нем мы узнали, ну, те, кто тогда, конечно, следил за лыжными гонками, о легендарной Галине Кулаковой, затем о Раисе Сметаниной, ну, а потом перечислять чемпионские медали чемпионатов мира, олимпийских игр, учениц, воспитанниц, подопечных Виктора Иванова просто невозможно, их бесчисленное количество, так что мои поздравления с 80-летием, ну, и, конечно же, пожелания здоровья. Ну, а в это время Юстина Ковальчик, для которой три круга на стадионе Добьяка стали кругами почета, мчится к финишу и выигрывает гонку. Ну, а здесь за второе место будет битва. Ариана Фолис, посмотрите, под четвертым номером, а она все-таки спринтер, чемпионка мира в спринте, и Мариана Лонга. Но, мне кажется, Лонга под пятым номером чуть-чуть посвежее выглядит. И... Фолис вчера выиграла второе место, проиграв буквально несколько сантиметров Петре Майдич, но тогда она опережала Магду Дженуин, которая сегодня не стартовала. Наши аплодисменты и поклон Юстини Ковальчик, которая сохраняет за собой красную майку лидера Турдески, как и майку с учетом полученных 15-секундных бонусов лучшего спринтера. Ну, а здесь, посмотрите, все-таки Фолис начинает атаку, и она, безусловно, более острый финишер. Уверена, выходит первый на финишную прямую, но посмотрите, как итальянки отсекли Шарлотту Каллу. Но все по правилам. Итак, второе и третье место у итальяна. Кэш Шарлотта Калла расстроена. Она провела практически всю гонку и как-то извиняюще поздравляет ее итальянские девушки. Благодарят за гонку, точнее. Ну, а Петро Майдич сохраняет неплохие шансы на призовое место в Туре. Ну что ж, эфирные строгие рамки не позволят нам досмотреть до финиша последних участниц эту гонку. Ну, топ-десятку мы увидим, в которой, увы, не будет российских спортсменок. Ну, а место, свое шестое место. Анна Хог, конечно, заслужила, хотя и должен сделать комплимент, конечно же, этой молодой, самой молодой спортсменке в топ-десятке под шестым номером Лахтен Мяки. С вами прощаются комментатор Андрей Кондрашов и Евгения Едутова, звукорежиссер. Мы благодарим вас за внимание и ждем через один день на гонке критериуме классическим стилем в предпоследнем этапе Тур Дески.